которые мы можем дать стрелкам, которые так или иначе их охарактеризуют. И первое из них мы с вами можем смотреть, видеть на экране. И первый из них это классическая стрелка. Это стрелка, которая так или иначе идет прямой линией вдоль ресничного края и имеет определенный хвостик. Она может быть разной толщины, она может быть совсем тоненькая, может быть чуть-чуть потолще хвостик, может быть как более заостренный, так и более скругленный. У него может быть разное направление. Но в любом случае это изящно подчеркивающая глаз стрелочка. Следующий такой вид стрелок, который мы можем выделить, это стрелки широкие. Вот то, что я уже говорила, да, то есть классическая стрелка. Мы ее всегда видим на подвижном веке. Что же такое широкая стрелка? Широкая стрелка это стрелка, которая почти уходит в складку века. То есть у вас почти весь глаз занимает линия стрелки. Иногда даже она заходит в складку и не видно, да, кажется, что закрашен весь глаз абсолютно продуктом. Но, естественно, она имеет свой хвостик. То есть стрелка выходит за линию ресничного роста, больше, да, притягивается к виску. Опять-таки ее направление и кончики уже выбираете вы по настроению. Ты знаешь, я могу характеризовать широкую стрелку, как вот обычная девушка, которая не умеет рисовать стрелки. Широкая стрелка это когда у тебя, ты начинаешь рисовать тоненькую классическую, и потом начинаешь ее выравнивать по сравнению со вторым глазом, и она у тебя расширяется, расширяется. Потом уже есть маке айс там недалеко, да, 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 это точно. Так, следующая стрелка, да, следующий вид стрелок. Вы можете видеть на слайде, что далее представлены у нас креативные стрелки. Что такое креативные стрелки? По сути, это линии графика, изгибы любых текстур, любого цвета, любой формы, которая может быть в тренде, может быть просто вам нравится, да. Соответственно, а креативная стрелка не обязательно идет вдоль ресничного края. Она может просто как-то окружать глаз, да, если мы можем так сказать, и сдавать новые формы и настроение. Так, ну и я бы, наверное, разделила как раз стрелки на вот эти три большие категории, но существует огромное множество названий, и как называть стрелку, выбирайте вы сами для себя. Существуют стрелки, которые называют в честь определенных тенденций, да, в честь каких-то, ну, основные на каком-то инфоповоде, да, то есть вы можете видеть очень много разных названий, но, опять-таки, это не значит, что эта стрелка выполнена вот какой-то определенной техникой, нет, скорее всего, это просто визуально-ассоциативный такой ряд. Вот, ну и мы с вами, наконец-то, перейдем к практике, да. Слушай, знаешь, у меня еще какой вопрос, какими вот продуктами ты бы рекомендовала рисовать стрелку? Про продукты, да, давайте, правда, заранее это поговорим, потому что в процессе будет сложнее. Значит, продукты, которые мы используем в рисовании стрелки, по сути, это огромное множество продуктов, да, вот, но самые распространенные это сухие наши любимые обычные тени. Вот любой из этих оттенков может пригодиться вам для стрелки, хотя, казалось бы, да, как можно нарисовать стрелку там светлым оттенком. Но, например, если вы нанесете на весь глаз какую-то более темную базу, сверху сделаете светлую стрелку, то есть абсолютно любой цвет сможет сыграть ее роль. Вот, соответственно, тени, да, можно наносить сухим способом. Если вы наносите сухим способом, тогда стрелочка будет более мягкая, у нее не будет четкой границы, она будет такая, ну, немного нечеткая, да. Если мы смачиваем кисть, например, да, обватный диск влажный, то тогда можно сделать более графичную стрелку. Но способ рисования стрелки тенями, он является один из... Профессиональным, мне кажется. Да, ну, он менее стойким является. Ну, это да. По сравнению с другими продуктами. Ну, это нужно века определенная. Ну, это да. Но я бы, наверное, предложила сначала, как я училась, да, я использовала просто карандаш, там его аккуратно прорисовываю в стрелочку, и далее уже пробовала рисовать с помощью подводок разных филомастеров, или это жидкая подводка. Вот, а к теням я уже пришла достаточно недавно с помощью лиза, потому что она мне показала способ, как все-таки можно нарисовать с помощью теней, если у вас под рукой, ну, нет никаких подводок. И сегодня мы этот способ тоже покажем. Да, тоже будем использовать, покажем. Вот. Значит, по поводу карандашей, ты абсолютно права, да, мы можем, если остро заточим карандашик, выводить более такие остренькие стрелочки, да, тоненькие, у нас более графичная получается стрелка. Опять-таки, если карандаш заточен поменьше, более тупой, то тогда у нас будет более мягкая стрелка. Ну, и вы всегда себе можете помочь, вы можете нарисовать, допустим, основную стрелку, да, эскиз стрелки карандашом, и потом взять скошенную кисточку, прямо набрать с карандаша продукт и довести уже какие-то нюансы, которые не получилось сделать с карандашом. Вот. Следующий продукт, это, естественно, наши подводки. Ну, я думаю, что тут не стоит объяснять, да, их существует огромное множество, они дают супер графику. То есть подводки – это самая графичная стрелка, самая четкая такая резкая стрелка. Они бывают абсолютно разных текстур и, кстати, разных финишев. То есть они бывают матовые, глянцевые, с каким-то сиянием. Нужно тоже смотреть, выбирать. Вот. У нас сейчас вышли новые красивые. Да. Я их очень полюбила, фломастеры. Я даже покажу. Давай. Как-нибудь испорчу. Такой красивый кадр. У нас вышли такие замечательные подводки. Глэм Тим. Мобиль. Бумс. Вот, с фетром его аппликатором. Он очень удобный. В коллекции подводок у нас 8 оттенков. То есть вы сможете найти для своего любого образа, настроения, цвет и как раз-таки попробовать нарисовать свою идеальную стрелку с помощью этих подводок фломастеров. Да. Так что ищите каталогик. Ну что, наверное, хватит томить. Надо. Вы сможете посмотреть, как же все-таки нарисовать эту стрелку. Поэтому давай начнем. Я сегодня, как видишь, без макияжа глаз. И надеюсь получить очень классные стрелочки. Так что, Лиза, я жажду. Ну супер. Начинаем. Значит, смотрите. У нас у Оля подготовлено уже лицо. Мы нанесли нео-серум сыворотку. Немножечко сделали, подчеркнули скулы. Капельку добавили совсем чуть-чуть хайлайта. То есть мы еще обработали зону глаз капельку, туда нанесли. И чтобы глаз был такой свежий, чистый и так далее. И бровки подкрасили. Значит, сейчас нам нужно сделать базу под нашу стрелку, чтобы все стойко держалось. И для этого мне очень хочется использовать порт и пляж тени. Они у нас водостойкие. Мы будем использовать 5779 артикул. Я его просто обожаю. Ить! Так. Вот его можно увидеть. То есть он превращается в такую сияющую красивую дымку. Вот. И мы предварительно закрываем глазки. Я просто пальчиком промакиваю. Мы можем немножечко пройтись по глазику пудрой. Капельку легенькой. Вот. И начинаю наносить. Наношу на все подвижное веко. Тени у нас мягкие. Очень удобно наносить. И дальше я просто пальчиком распределяю. Чтобы у нас красивая такая растушевка. У ресниц у нас больше плотность. И дальше к складочке, к неподвижному веку у нас уже поменьше плотность. Открываем. Вот. И получается очень красивая такая сияющая дымка. На секундочку на меня. Я буду чуть-чуть иногда Олю от вас отворачивать, чтобы прорабатывать макияж. Но я буду вам ее возвращать обратно в кадр. Вот. Поехали дальше. Что мы делаем дальше? Значит, дальше мы возьмем наши тени. Мы используем артикул 5741. И мне очень хочется показать вам не обычную классическую стрелку. А прям стрелку с таким крутым эффектом. И я буду использовать оттенок номер 5. Вот такой бежевый. И возьму для этого... Пум-пум. Ну вот, я, наверное, буду чаще всего пользоваться сегодня маленькими кисточками для губ. Они у нас, но их можно использовать как угодно. Вот они у нас. Так как мы работаем с маленькой зоной, да, такой прям тоненькой, мы будем их использовать. Я набираю с двух сторон наши тени на кисточку. И Оля закрывает гладки, и мы начинаем прорабатывать. Я чуть-чуть поднатягиваю века, чтобы пробраться прямо к ресничному краю. И прорисовываю вот этим бежевым цветом зону у ресниц. Что тем самым я делаю. Сейчас я вам расскажу свою задумку. Мы будем создавать легкий такой градиент-переход на стрелке. Видите, я потом вытягиваю немножечко уголочек. Открываем глазки. Да, то есть мы сейчас создаем такой градиент-переход, потому что самый распространенный вид стрелки у нас – это стрелка мягкая. Объясню, что это значит. Графичная стрелка – это классика, это здорово, это красиво, но она подойдет не всем. То есть мягкая стрелка, растушеванная стрелка – это стрелка, у которой границы немножечко подтушеваны, растянуты тоже такой дымкой, градиентом. Она подойдет почти всем, потому что, во-первых, она смягчает глаз визуально, во-вторых, она может справиться с любой сложностью века. То есть даже если у вас сложное веко, используя мягкую растушевку границы стрелки, верхней границы, вы создаете очень красивый переход, у вас нет заломанной стрелки. Поэтому сегодня вам на экране покажут приблизительную стрелку и пошаговое ее нанесение, и вы будете видеть, как я в принципе каждый вот этот шаг буду проговаривать. Но у нас с Олей на практике чуть-чуть сложнее схема, но вот по этой схеме вы можете ориентироваться, если вы хотите нарисовать растушеванную стрелку. Если хотите нерастушеванную, то просто четвертый пункт мы упускаем, ну то есть мы его не рисуем. Вот. Дальше. Дальше я беру тени чуть-чуть потемнее, но опять все сухое, сухой кисточкой наношу. И мы используем, давайте возьмем с вами вот второй цвет, набираю тоже на кончик, закрываем глазки. И здесь я приподнимаю веко, и у ресничного края я уже прорисовываю, но не весь глазик, то есть именно только уголочек я делаю, потому что у нас с вами по свето-теневому рисунку лица, здесь идет уже затемнение, соответственно мы создаем вот этот вот объем глазу, поэтому просто добавляем более темно-коричневый цвет, но в сухом варианте он не получится прям насыщенный. Открываем глазик. То есть вот видите, у нас уже идет наметочка стрелки. Вот. И обязательно такой момент, что мы с вами будем делать на протяжении... Ой, сейчас улетят все наши подводки. На протяжении всего макияжа глаз. Мы с вами берем салфеточку для снятия макияжа, свой пальчик, если у вас есть ногти, вам вообще жутко повезло. И просто аккуратненько мы будем всегда подчищать ногтем вот здесь вот линию. Как мы делаем направляющую глаза? Смотрите. Смотрите. Смотрим прямо на себя в зеркало. И нам надо сделать так, чтобы наш глазик не был опущенным. То есть линия, направляющая черточка, которую вы будете рисовать, она будет либо горизонтальная, либо чуть-чуть по диагонали направлена выше. Насколько выше? Решайте вы сами. Смотрите на свой глаз, но нужно сделать так, чтобы у вас визуально просто глазик приподнимался. Это самое главное правило. Поэтому экспериментируйте, рисуйте. И мы, соответственно, тоже будем чуть-чуть всегда подправлять. А в конце вот эту зону мы еще с вами почистим тональным кремом совсем легонечко. Значит, мы нарисовали. Сухие взяли тени. И сейчас настало время, когда можно использовать влажным способом кисть. И использовать более такой темный оттенок. Я сейчас опять-таки той же салфеточкой просто смачиваю кисть. Можно водичкой, да, так будет более эффективно, я бы так хотела сказать, что тут мы сейчас долго будем вот это все. А если водичкой, можно сразу. На самом деле беру просто ватный диск, немного мочу. Да. И там уже обволакиваю кисточку и начну рисовать. Понимаете? Если есть, все по-другому. Закрываем. И здесь уже у ресничного края мы прямо начинаем... То есть, видите, я оттенок беру темнее, 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 темнее. И из-за этого получится очень мягкий, красивый переход. Открываем. Вот. То есть у нас, в принципе, уже вырисовывается стрелочка. Посмотрите, какой взгляд мягкий и приятный. Если вы просто докрасите еще тушью глаза, у вас появится дополнительный объем, его создаст черный цвет туши. Вот. И можно уже, в принципе, идти. Но мы с вами не остановимся на этом. И мы возьмем черную подводку. Возможно, тем, кто светленький или рыженький, понадобится коричневая подводка. Вот они у нас две. Они очень классные. Посмотрим сейчас, как у нас что будет получаться. И теперь мы непосредственно рисуем стрелочку. Значит, я уже делаю наметочку прямо этим фломастером. То есть ты рекомендуешь все-таки начать со стрелочки, да? С самого хвостика. Да, сначала вот эта вот наметка, куда будет идти направление стрелки, да? Посмотри прямо чуть-чуть в кадр. Да, вот видите, мы сделали наметочку. Но так как у нас там уже, в принципе, есть в виде теней вот этот вытянутый цвет, нам проще работать. Теперь мы глазик закрываем. Опять чуть-чуть наверх приподнимаем века, чтобы открылась зона у ресничного края. И начинаем опускать стрелку. С кончика, вот который мы сейчас рисовали. Так, открываем. Вот, смотрите, мы дорисовали стрелочку, опустили от кончика, приблизительно ввели в реснички стрелочку. Можно оставлять такую. То есть вот моя лично самая любимая стрелка, эта стрелка чуть-чуть недорисованная до конца. Ну, конечно, ее надо чуть-чуть будет сейчас выровнять, но мы сегодня рисуем классическую стрелку, поэтому мы ее введем все-таки сейчас в ресницы и доведем до конца. Закрываем глазки. Так как вот этот фетровый наконечник, он у нас очень тонкий, он позволяет нам прям вот стрелочку вырисовывать совсем тоненькую. Открываем. Смотрите, первые шаги, вы себе делаете эскизную стрелку. То есть вы можете прям даже точечную, вот так точечки в ряд ставить, потому что вот когда вы ее уже сделаете, потом вы можете работать над линиями, выравнивать именно линию. Это тяжело на самом деле сразу нарисовать четкую ровную линию. Даже можно, в принципе, к этому не стремиться. Это не обязательный навык человека. Вот, закрываем. Поэтому иногда можно даже вот просто по чуть-чуть кончиком расставлять точечки. и потом уже открываем. Закрываем. Так что с такой момент, когда надо вдохнуть и не дышать, и помолчать. Может быть, кто-то, если кто-то сейчас с нами выполняет стрелки, вы должны нас понять. У меня появился вопрос. Открываем. Так. Скажи, вот когда мы рисуем сами себе стрелки, нам нужно локоть ставить, нам нужно что-то упираться, там многие рекомендуют на стол ставить, на какую-то поверхность. Так линия будет более уверенная? Но если умеете на весу, то можно. Потому что раньше я пробовала только со стола. Аккуратненько там ты себя расставляешь. Так сложнее на весу. Так, глазик вниз туда. И теперь, чтобы вот это внутри, если вы хотите прокрасить. Вот, кстати, мы подобрали сейчас к внутреннему уголку. Я вспомнила, что можно выделить еще один тип стрелок, которые называются арабские или восточные. И этот тип стрелок подразумевают под собой, когда мы прорисовываем и внутреннюю линию, делаем внутренний уголочек, прям обрисовываем. У нас идет сильный, насыщенный такой цвет и изгиб сильный. То есть эта стрелка, она еще обычно сопровождается стрелкой внизу. Да, то есть нижней стрелкой тоже. Но мы сейчас не будем уходить в более такой насыщенный вечерний вариант. Мы сейчас делаем только с верхним веком, такую более классическую. Вот, если вы посмотрите на Олю, мы приблизительно уже сделали тоненькую, аккуратненькую стрелочку, мягкую такую. И что очень хочется с ней сделать? Хочется ее капельку затемнить, может быть, даже подтушевать. Мы берем опять нашу палету номер 5741, набираем маленькой кисточкой. Можно даже какие-то излишки убрать на руке. Можно смотреть даже прямо. И просто по грани в уголке мы немножечко ее подтушуем более темным цветом. Темно-коричневым. Фактически у нас, получается, основное время занимает подготовка. То есть мы прорисовали, да, мягкую стрелочку, а фломастером мы буквально за 30 секунд стрелочку прорисовали. Да, это класс. Вот. И смотрите, дальше мы возьмем с вами какую-нибудь кисточку просто упругую, такую вот, не обязательно там какую-то специальную, которая у нас небольшая. И мы немножечко наберем тонального средства, совсем капельку. Это, конечно, можно делать чем-то еще, там, консилером, более плотными текстурами, но я люблю делать именно тоном, потому что он тоненький. То есть нету перетяжеления. И мы просто аккуратненько тоном вычищаем вот эту линию стрелочки. Конечно, можно еще добавлять в стрелку какой-то, в складку добавлять, да, какие-то тени, дополнять, я имею в виду, стрелку. Вот. Но единственное, что мне сейчас, на данный момент, хочется добавить, это вот если Оля сейчас посмотрит в кадр, мы можем с вами посмотреть и увидеть, что мы видим расстояние, мы видим кожу между ресничками. Так вот, это мы прям не хотим сейчас, да, мы хотим, чтобы у нас целиком стрелочка была черная, и это большая ошибка, когда вы не закрашиваете межресничное пространство. Это получается визуально незаконченный внешний вид стрелки. Поэтому что мы сейчас делаем? Мы сейчас возьмем аккуратненько нашу коричневую подводку, можно взять и черную. Вот я смотрю, наверное, мы черную все-таки возьмем. Коричневую для светленьких. Оля у нас все-таки не светленькая, темненькая больше. Поэтому возьмем, значит, черную и просто чуть-чуть приподнимаем века и капельку подводкой уходим. Не самый приятный процесс, Оля сейчас будет дергаться. Но такая у меня работа. И прямо вот между ресничками, аккуратненько, не надо туда глубоко уходить, мы не прокрашиваем слизистую. Внутренняя слизистая, да, глазик на верхнем веке. И то, что мы делаем сейчас, это разные вещи. Я хочу, чтобы вы это поняли. Посмотри, прямо сейчас вот мы капельку. Вот видите, вот мы заполнили уже этот уголочек, а над зрачком, над радужкой у нас еще не заполнено. Так вот, мы прокрашиваем не прямо вот то, что мы обычно, знаете, при смоке карандашом внутри закрашиваем. Мы закрашиваем именно зону кожи между ресниц. Туда вниз. Какое ощущение, Оль? Ну, так как аппликаторы очень тоненькие, в принципе, я его даже не ощущаю. Но это обычно щекотки. Угу, так, отлично. Туда. Так, прямо глазик. Вот, и вы видите, что он у нас заполняется. Становится такое более... Не обязательно делать его прям черным, да. Не нужно, чтобы это было такого же цвета, как сама стрелка. Но нужно, чтобы там не было видно светлую кожу. Так, туда вниз. Еще чуть-чуть помучаю Олю. Красота требует сверху. Это точно. Если мы хотим стрелку. Надо потерпеть. Так, вот. Ну вот, смотрите. Стрелочка на каждый день у нас, в принципе, готова. Да? Отлично. Я, конечно, тебя пока не вижу. Но доверюсь, что все прекрасно у меня с правым глазиком. Что? Смотри, как мы сейчас сделаем. Ну, мне кажется, что я сейчас буду выполнять второй глаз. Будем закреплять. Я его чуть-чуть побыстрее буду делать. Вот. И можно пока поговорить про ошибки. Да? В стрелках. То есть самые такие распространенные. Вот. И может быть, мы ответим на парочку ваших вопросов. Сейчас Оля зайдет, посмотрит, что вы писали. Смотрите. Если у вас есть вопросы, пишите под прямым эфиром, под видео, которое вы сейчас смотрите, свои комментарии. И мы ответим на ваши вопросы. Вот. И я Олю от вас отверну. Снова. Давай дадим минутку. Сейчас все напишут вопросы. И уже я возьму телефон, будем на них отвечать. Угу. Так. А что с ошибками? Ты сегодня рассказала, что нужно прокрашивать пространство. Межрисы. Ну да, это, наверное, самая такая основная ошибка. А еще... Знаешь, многие вот девушки сильно натягивают век, пытаются как бы его приподнять. Ну, именно они натягивают, знаете, вот так вбок. Да, это неправильно. Потому что, когда вы натягиваете глазик и рисуете линию, когда вы отпускаете, она собирается в кожу... Ну, сама стрелочка соберется в такую легкую гармошку и может быть неровная. Поэтому обязательно рисуем, особенно намечаем стрелку на глазах, когда вы смотрите прямо на себя в зеркало. Тогда она вот открытые глаза полностью не снизу зеркало должно быть, не сверху, прямо напротив вас и намечаете стрелочку. Угу. Так. Уп. Поехали дальше. Уп. Вот этим вторым цветом мы с вами прокрашиваем. Тяжело тебе, наверное, будет смотреть вопрос. Ну, я постараюсь. Буду давать тебе минуточку. Так, на меня на секундочку. Угу. Я, наверное, потихонечку начну заходить. Сейчас мы тебе минуточку, оп, сделаем. Угу. Так. Ой, сколько всего. Здравствуйте, здравствуйте. Так, сейчас я звук отключу. Так, класс. Так, так, так. Так, ну, вопросов пока не так уж и много. К нам зашел молодой человек и извинился, что он все-таки мальчик, и мне очень интересно смотреть. Прощался. Так, на меня на секундочку. Угу. Скрой. Так, у нас есть вопрос. А как нарисовать стрелки под веки? Удлиненные как бы, которые сейчас в тренде. Под веки? Да, я немного... Я тоже чуть-чуть не понимаю. Не могу понять вопрос. Знаете, кто его написал? Сайка Олег Первого. Можете поподробнее, пожалуйста, разъяснить свой вопрос? Мы на него постараемся ответить. Следующий вопрос. А как рисовать вокруг нижнего века? То есть вы имеете в виду, наверное, обводку? Да, нижнего века. Ну, так же, по сути, как и верхняя. То есть это должно быть обязательно прокрашено внутреннее слизистая. И линия, может быть... Ну, изгибы выбирайте сами. Но она должна как бы быть восходящей. Не опущенной, да, не опускаться. Она всегда должна быть направляющей ее восходящей, либо горизонтальной. То есть тут, в принципе, совпадает с нижним веком. Ну, вы, наверное, имеете в виду восточную стрелку. Но восточная стрелка... Ну, кстати, она тоже растушевывается. В принципе, бывает и такая, и такая. Так, ну что там? Так, ну там далее вопрос про цветные корректоры. У нас в каталоге появились цветные корректоры. Три оттенка, которые... Каждый из которых борется со своими несовершенствами кожи. Ты можешь говорить, если что. Просто закрытывайся. Нет, я хотела дочитать просто. А, сейчас, секундочку. Иначе мы с вами никогда стрелку не нарисуем. О, Лютва забрала. Цветные корректоры — это супер. Если у вас есть какие-то проблемы, и вам нужно не толстый тон наносить, а просто их использовать. Ну, дочитай, я потом продолжу. Да, да. Ты знаешь, что пишут? Сейчас визажисты их не используют. Все недостатки вскрывают бежевым корректором разной плотности. Почему они не следят за тенденциями в индустрии красоты? Плохие визажисты. Слушайте, ну, наверное, еще от проблем на лице, да, зависит. Действительно, сейчас существует много разных корректоров, которые могут перекрыть какие-то несовершенства. Но если мы хотим в течение дня, например, ходить, и у нас корректор никуда не делся, и если у нас какие-то серьезные проблемы на лице... Да, тут очень важно акцентировать внимание на том, что цветные корректоры используются, смотрите, для того, чтобы одновременно и ухаживать за кожей, и контролировать именно какие-то проблемы с цветом кожи. Что это значит? Например, у вас кожа очень краснеет часто, да, много. Для того, чтобы вам не наносить плотный тон, вы можете взять корректор зеленоватый, который у нас, и нанести его очень тоненько по всему лицу. По цветовому кругу это комплементарные цвета, красный и зеленый. Соответственно, зеленый цвет, он не будет выглядеть как зеленый, он просто немного нейтрализует красоту. Красоту? Красноту! Красоту не нейтрализует. Нет, нет. Вот, и, соответственно, вам уже сверху можно нанести легкий тон. И вам не нужна никакая плотность, чтобы скрыть какие-то свои, да, нюансы. То же самое касается, например, корректора, который у нас лавандовый. Да, он предназначен для тех, у кого, например, лицо темнее оттенком, а может быть, чуть-чуть желтее, чем тело. Да, то есть фиолетовый цвет, он такой от усталости. Он уберет какую-то излишнюю серость, желтоватость, бежеватость лица. Подойдет для тем, у кого пигментация есть. Но, опять-таки, это не лекарство от всех бед, он лишь немножечко просто улучшит, вот это вот придаст свежесть лицу. Ну, я дальше рисую. Давай. Так. Напишите нам, пожалуйста, все ли понятно, все ли шаги вы поняли. Может быть, что-то стоит еще подробнее разъяснить. Ну, я, конечно, надеюсь, что все достаточно было подробно рассказано. Прямой эфир у нас сохранится. Поэтому вы сможете пересмотреть его, посмотреть на схему нанесения, рисования, точнее, стрелки, и уже практиковаться дома. Открываем. Открываем. Вот эту стрелочку сейчас снизу чуть-чуть нужно будет подкорректировать, потому что у нее такое... Чуть-чуть она больше изогнула. Сейчас мы ее подкорректируем. Потому что глазки разные. Потому что? Тоже. Не вижу с той стороны. Вот, и просто накоточком аккуратненько вывод эту линию. Это абсолютно нормальная процедура, это не больно, это никакого вреда не окажет ни вашей стрелке, ни вашему макияжу. Сверху, кстати, вы можете аккуратненько подправлять так же. На меня. Так. На меня. Да, и мы обращаем внимание на то, что у нас с вами очень часто разные чуть-чуть глазки. Вы должны подстраиваться под это, да. То есть не нужно рисовать одинаковые стрелки между собой, чтобы именно стрелки были одинаковые. Вы должны адаптировать стрелочку под глаз. Что, может, еще какой-то вопросик зачитаю? Сейчас посмотрим. Ты можешь, да, взять сюда, вот прям передо мной. Так, пока вопросов нет. Значит, что, всем все понятно? Какие улочки у нас сегодня собрались? Отлично. Ну, еще ждем, пока мы дорисовываем стрелочку. Чтобы показать уже полный образ, ждем ваши вопросы. Другую сторону. Такая рекомендация, если вы рисуете стрелочку, ну, продолжительное время, периодически переворачиваете фломастер, чтобы, ну, когда мы держим вот так, понятно, что из наконечника стекает продукт вниз. Поэтому нужно немножечко наполнить его, вот так перевернуть, и все, или просто потрясти. Это очень важное замечание. И вообще, все подводки фломастера лучше хранить либо в горизонтальном положении, а идеальнее всего колпачком вниз. В этом случае у вас, ваша подводка прослужит максимально долго. Оля морганула. Прости. Так. Прости. Супер. О, так там еще был вопрос от Зинаиды. У нее есть предложение. О, и вопросы пошли. Появятся ли пучковые ресницы и подложка под тень? Оп. Ресницы в разработке, на самом деле, находятся. Вот. И подложка, база под тень, она также появится в ассортименте. И в целом, конечно, до конца этого года вы увидите очень много новинок. Да. И очень классно. Мы с нетерпением ждем, когда вы уже получите новые-новые каталоги, и в них увидите наши новинки. Я предлагаю на губы нанести немножечко нашего масла. И я хочу прокомментировать про его пощипывание чуть-чуть. Давай, повернись, это не вижу. Мы сейчас, наверное, говорим, давай я покажу прямо в кадре. Да. Гель масла, гибридное гель масла Glam and Rose. Наша новиночка, которая вышла. Мы сегодня, наверное, и мне нанесем, мы его покажем. Вот он в действии. Значит, смотрите, Оль, значит, по составу чуть-чуть можем пройтись, да? У нас там есть экстракт перца. Совсем немного мы добавили экстракт красного перца. Он не вызывает никакую аллергическую реакцию, если у вас индивидуальная непереносимость именно этого компонента. Но в целом мы добавили это для того, чтобы стимулировать кровообращение в губках, чтобы наши губы стали более пухленькими визуально и притягательными. Ну и регенерация кожи повышается, соответственно, да? То есть у вас быстрее уходят ороговевшие слои кожи и быстрее восстанавливаются, и губы становятся такими мягкими, приятными. Вот, но у него есть такой нюанс, который многим не очень комфортен. Это то, что идет пощипывание. Но я вам хочу сказать, что пощипывание это абсолютно нормальная история, оно у вас не навсегда. То есть кому-то будет, для кого-то оно будет более явным, для кого-то оно проходит почти незаметно. Да, это зависит от того, насколько чувствительная кожа, насколько повреждены губы на данный момент. Но потом, после этого оно уходит, и все, у вас остается маслица. Ну то есть это нормально, это классный продукт, и это его особенность такая. Давай я тебе просто стика тогда нанесу. Да, давай. Ну еще, наверное, стоит сказать, что вот при первом использовании пощипывание будет ощущаться, верно, посильнее. Посильнее. Ну с непривычки даже просто. Да, но с каждым последующим применением этого покалывания совершенно не будет ощущаться. То есть уже кожа губки адаптируется, и только появляется красивый визуальный вот этот объем. Да. И увлажнение губок. Вот, хочется знать, что сделать. Чуть-чуть вот этого красивого сияющего оттенка номер 4, у меня начинается, как обычно. Да, сейчас я уйду с вечерним макияжем. Нет-нет, я себя остановлю. Вот я гель маслом пользуюсь каждый день. Мне вот он вот сейчас уже вообще не пощипывает, уже давно не пощипывает, да. То есть прям просто как будто я маслицем нанесла на город. Так, давайте продолжим. Вопросы появились, отлично. А просто подводкой можно стрелки рисовать? Конечно, вы можете убрать все шаги, которые я вам показала, оставить только подводку. Вы поняли, да, что нужно, опять-таки, делайте скриншоты схемы. Мы ее, наверное, еще разочек попозже покажем. Оно будет в эфире. Да, да, ну что, супер, да, сделайте скриншот, значит, стрелочкой просто направляющие делаете и от кончика соединяете с подвижным веком, вводите стрелочку в реснички. Так, ну, конечно, пошли вопросы. У меня нависшая века и опущенные уголки глаз. Как рисовать стрелку? Смотрите, не всегда можно нарисовать стрелку на нависшем веке. Объясню, почему. Ну, и не всегда это нужно, да. Если у вас века нависает, прямо вот доходит до ресничного края, то, в принципе, вам стрелка не нужна, потому что ее не будет видно. Что вам подойдет? Вам подойдет межресничная подводка и активно прокрашенные загнутые ресницы. Тогда у вас будет открываться взгляд. Все остальное у вас будет более растушеванное. То есть это будут какие-то плавные переходы, вот они будут вам создавать форму глаза. Нужно понимать, что вы можете вывести стрелочку прямо из ресничного края. То есть если у вас позволяет это века, то есть если у вас вот эта зона открыта, где реснички соединяются, верхний и нижний век, то вы можете аккуратно, тенями, мягко вывести оттуда какую-нибудь коричневую, просто вот так вот направляющую линию, да. Вот, опять-таки, а если у вас века нависает, но на нем можно нарисовать стрелку, да, может быть, это будет более короткая стрелка или более узенькая стрелка. Смотрите, самое главное, чтобы при проведении линии, линия не западала вот в эту складочку века. Смотрите, тут все очень индивидуально и нужно видеть конкретный глазик, чтобы я вам могла объяснить. Стрелка это, конечно, такой момент прям вот нужно каждого человека. У нас очень уникальные у всех глаза, и подход можно найти, вот, посмотря каждому в лицо. В глаза. Да, ну, если вы будете следовать по схеме, вот, которая у нас есть, то, в принципе, я думаю, что у вас должно получиться. Может, не с первого раза, но потренироваться и получится. Так, еще вопрос от Зинаи. Да, я сегодня от нее много вопросов. Спасибо. Подводкой можно нарисовать стрелки, но без теней, как подложки. Подводка не будет устойчива и долго не продержится. Тут все зависит от физиологической особенности. Века. Смотрите, если у вас века само по себе более жирная, то вам нужно использовать все водостойкие продукты. Ну, опять-таки, понимаете, водостойкие – это стойки для воды. Кожный жир, он у нас выделяется, он является нашим защитником, защитным барьером. Это хорошо, что он у нас есть, но жир – это очень себум, это очень такая капризная составляющая нашего лица. И, возможно, нужно будет делать и водостойким продуктом, и закреплять каким-то сухим продуктом. Смотрите, это очень индивидуально. Если у вас стрелка не отпечатывается нигде, то вам можно прорисовать, допустим, подводкой, а сверху ее запечатать тенями. И она будет более стойкая. Отлично. Так, гель масла понравилась, отлично. Спасибо. Отлично. Так, что такое межресничная подводка? Давай, наверное, вот на этом вопросе… Мы рисовали? Да. Давай на этом вопросе вот последний вопрос. Межресничная подводка. Смотрите, вот если вы смотрите на себя прямо в зеркало, да, вы увидите, что у нас есть, если мы вот так пальчиком приподнимем реснички, внутри кожи, которая прикасается к глазу. Вот это слизистая века. Она у нас есть, как и внизу. Помните, мы на ней красивые всякие цвета пробуем, чтобы это было эффектно. Так она у нас есть и наверху. Так вот эта вот зона, да, внизу и наверху, где у нас кожа без ресничек, мы ее не трогаем. То есть там она у нас вот как есть без всего. А межресничная подводка – это закрашивание кожи между именно волосками ресничек. Вы тоже можете чуть-чуть поднять, и вы увидите, что у вас идет рост ресниц в один, два, там три ряда, да. И вот зона, которая именно между ними, она довольно-таки крупная, она большая. Вы ее можете карандашиком остро заточенным прокрасить или подводкой. И самое главное, именно слизистую не прокрашивать. И когда вы прокрасите эту зону, когда вы будете смотреть на себя в зеркало, даже без там любой косметики, у вас будет ощущение, что у вас накрашены реснички, потому что будет темная линия, вы как будто делаете гуще себе ресничный край. Я надеюсь, я все объяснила. Спасибо, Лиза. Что еще необходимо нам для завершения моего макияжа? Или мы уже готовы? Потому что я себе не видел. Смотрите, можно, мы сейчас добавили, в принципе, у нас есть, да, такой блеск на губах легенький, да. Мы можем добавлять еще какие-то румяна, да, но я думаю, что... А, ну, естественно, мы можем добавить тушь, но, кстати, я не всегда люблю добавлять тушь в стрелки. Объясню почему. Потому что стрелка нам делает глазик более таким изящным, вытянутым, красивым. Когда мы добавляем реснички, если они у вас длинные, смотрят наверх, глазик может стать визуально более круглым. То есть, если вы хотите распахнутый такой взгляд, круглые, более круглые глазки, то вы можете добавлять тушь, все будет супер. Вот мне хочется Оле оставить именно, у нее сами по себе круглые большие глаза. Мне хочется их немножко вытянуть. А если мы сейчас прокрасим реснички, они у нас опять станут более круглыми. Поэтому я считаю, что мы, наверное, сегодня без туши обойдемся. Потому что, ну, да, это самостоятельные такие стрелочки у нас получат. Поэтому мы развеяли еще один миф, что когда мы рисуем стрелки, нам необходимо прокрасить реснички. Это все, опять-таки, индивидуально. Как так хочется. Это не постулат. Но, ты знаешь, я раньше тоже прокрашивала всегда реснички, потому что я не знала о межресничном пространстве. И оно оставалось незапутанным. И казалось, что, ну, у тебя вообще нет ресничек, и что-то, ну, не дорисовано. Поэтому максимально прорабатывала всю тушью. Если, наверное, вечерний какой-то образ, то я бы, ну, мы, наверное, рекомендуем тушью использовать. Да, прокрашивать. А если мы собрались куда-то красиво просто выйти или в офисе. Если особенно свои реснички темные. Да, темненькие. Вы себя комфортно чувствуете без туши, пожалуйста. Можно обойтись и без нее. Да, то есть вообще абсолютно по желанию. Делайте, что вам нравится, что хотите. Дополняйте разноцветные стрелки. Да, если будете по нашей схеме тоже рисовать стрелочки, отмечайте, выкладывайте в Инстаграм, отмечайте аккаунт Фаберлик. Мы посмотрим, оценим. Вот. Мы вообще обожаем, когда вы что-то творите, наблюдать за вашими успехами. Поэтому, если вы будете делать особенно цветные, мне очень интересно, потому что мы сегодня классику показывали. Да, у нас вот новые подводки, не хочется красивых цвета. Мой любимый цвет, можно я скажу? Просто потрясающе красивый серый цвет. Да, я его даже покажу. Посмотрите, какой он красивый. Он как мокрый асфальт. Да, вот он. Видно его? Ну, наверное, не видно. Но вы посмотрите. Он прям очень красивый. И я обязательно сама тоже им сделаю стрелки, выложу себе в Инстаграм. Ну, отлично. Отличная новость. У вас есть задание. Надеюсь, сегодня все было максимально понятно, просто. Мы надеемся, что вы будете экспериментировать, стараться. И у вас получится ваша идеальная стрелка. Выкладывайте свои работы, делитесь, пишите нам. Удачи. Удачи. Спасибо вам, что были сегодня с вами. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...